с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 8 июля всероссийский день семьи любви и верности русская православная церковь почитает память святых благоверных петра и февронии муромских которые считаются покровителями семьи брака петр тяжело заболев отправился на поиски врача в ризанские земли там он встретил февронию девушка согласилась исцелить князя при условии что он станет ее мужем после своего выздоровления петр сдержал обещание и взял февронию в жены за свою жизнь пара показала невероятную преданность друг другу перед смертью супруги принимают монашеский постриг с именами давид и евросинья святые петр и феврония умирают в один день в завещании они просят положить их в один гроб который давно для себя приготовили и по сей день мощи муромских чудотворцев покоятся в общей раке ныне мощи святых петра и февронии свято-троицком женском монастыре мурами сегодня также отмечается день зенитно-ракетных войск вооруженных сил россии ну а теперь о родившихся в 1621 году родился жан де ла фонтен французский поэт писатель прославленный баснописец член французской академии из-под его пера выходили произведения самых разных литературных жанров например мадригалы баллады воды послание пьесы и лишь амплуа баснописца принесло ему мировую славу басни сделали его одним из великих народных национальных поэтов были переведены на самые разные языки мира 1838 год день рождения фердинанда фон цепилина графа немецкого конструктора дирижаблей он принимал участие в гражданской войне сша на стороне северян а также в других войнах после отставки целиком посвятил себя вопросом дирижаблестроения 14 году было построено 25 аппаратов и 6 из них пассажирские построенный после смерти цепилина в 1928 году дирижабль граф цепилин совершил ряд больших перелетов а в 30 демонстрировался даже в москве и использовался для перевозки почты и пассажиров через атлантику в 1894 году родился пётр капица физик академик нобелевский лауреат 1978 года а в 1938 году родился артист театра и кино андрей мягков служебный роман гараж но прежде всего наше новогоднее рязановское все женщина лукашин 1950 году родился константин райкин художественный руководитель российского государственного театра сатирикон имени аркадия райкина народный артист россии лауреат государственных премий четырежды лауреат национальной театральной премии золотая маска лауреат премий международного фонда имени станиславского премии имени тавста многого и многих многих других все это константин райкин художественный руководитель профессор высшей школы сценических искусств в 1951 году родился стас намин композитор музыкант лидер группы цветы а в 1952 году карен шахназаров режиссер сценарист и продюсер его творческая жизнь самых первых шагов профессии связано с киностудии мосфильм еще будучи студентом в гика шахназаров начинает работать ассистентом режиссера затем становится вторым режиссером режиссером постановщиком а с 1998 года является президентом и генеральным директором мосфильма среди самых известных режиссерских работ шахназарова фильмы мы из джаза зимний вечер у гаграх курьер ко многим картинам карен шахназаров написал сценарий также сегодня отмечает свой день рождения диана арбенина она появилась на свет 1974 году поэт композитор рок-музыкант основатель и солистка рок-группы ночные снайперы в этом же году появилась на свет жанна фриске события дня 52 год до нашей эры принятая дата основания парижа поселение существовало на этом месте еще двумя тремя веками ранее но впервые о нем тогда кстати город назывался лютецией упомянул гай юлий цезарь в своих записках о гальской войне 1497 году из порта лиссабона отчалила флотилия из четырех кораблей возглавлял экспедицию молодой придворный знатного происхождения вас куда гама в мае следующего года португальцы достигли порта каликут проложив морской торговый путь из европы через африку в индию они первыми решили задачу с которой не удалось совладать колумбу открытый путь оставался главной торговой дорогой со странами индийского океана и китаем до тех пор пока не был построен советский канал а это почти четыре столетия 1579 год в казани обретена казанская икона божией матери почитаемая чудотворный девятилетней матроне во сне явилась богородица велевшая откопать ее икону на пепелище в указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона день явления казанской иконы это ныне общий церковный праздник в русской церкви на месте явления иконы был построен богородицкий девичий монастырь первой монахини которого стала матрона принявшая имя мавры 1867 году в москве основана кондитерская фабрика красный октябрь первая официальная запись о фирме nm товарищество паровой фабрики шоколада конфект и чайных печеней в 1913 году и ним достаивается звание поставщика двора его императорского величества после октябрьской революции фабрика была национализирована и стала называться государственная кондитерская фабрика номер один бывшая nm в 1922 году была просто переименована в красный октябрь 1981 году в линкоме проходит премьера мюзикла юнона и авось спектакль поставленный марком захаровым в этом году на сцене московского театра имени ленинского комсомола рок-опера композитор алексей рыбникова на либретто андрея вознесенского пьер карден даже представил юнона и авось французской публике театре спас карден в париже затем последовали триумфальные гастроли по всему миру спектакль был показан сша германии голландии других странах в 1990 году рок-опера вино на авось течение двух месяцев шла в сити-центре нью-йорка я тебя никогда не забуду кстати это же можно сказать и о спектакле но еще одно событие 1918 год феликс эдмундович дзержинский уходит в отставку с поста председателя всероссийской чрезвычайной комиссии как свидетель по делу об убийстве сотрудниками в чека германского посла мирбаха 22 августа вновь назначен на этот пост в качестве шефа в чека проводил жестокую политику репрессий против противников большевистского режима инициатор массового террора института заложников и тому подобное ну а главные функции в чека считал борьбу с контрреволюцией путем осуществления непосредственно репрессий еще он почему-то считал что право расстрела для чека чрезвычайно важно и что чека должна защищать революцию и побеждать врага даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невинных не хотелось бы находиться в это время в ненужном месте с вами был николай пивненко в проекте дата